Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 29 марта и пора немножко пройтись по комментариям. Высадила я вчера и сегодня первые свои томаты. И вот сейчас несколько вопросительных комментарий буду пояснять. И еще сегодня выложила видео про этот лук суворова, у которого семена взошли на морозе. Очень много людей откликнулось. Вот Наталья Горохова пишет, лук специфический на любителя, а цветет красиво. Ну конечно, вообще-то в жизни все на любителя. Так же, как и овощи. Кто-то любит огурцы, кто-то любит помидоры. Оттаять снег вот требует. Вот. Ирина пишет, а неудобно ли поставить бочку вовнутрь, наполнить снегом? Вот таких комментариев очень много. Ну вот это насчет того, что у нас воды-то еще нет зимой. Трубы с водопроводом под снегом летней воды нет. Приходится из дома таскать. Ну во-первых, про бочку многие рекомендуют, как советуют. Бочку наполнить снегом. Ну во-первых, для бочки у меня там места нет на грядках. Сейчас уже все почти будет засажено. А во-вторых, снег сейчас весенний попробовать, если туда набить, это невозможно. Он же то тепло, то мороз, то тепло, то мороз. И сугробы осели, и они сделались такие плотные. Их откалывать нужно уже ломом. Это очень тяжелый физический труд. Мне он не по силам. Вот Светлана пишет про чудо-лентяя, что у меня тоже чудо-лентяя магазины. Очень высокие растут. Вот удивляюсь. И многие люди, я читаю вот сейчас комментарии, пишут, что в прошлом году у кого-то чудо-лентяя двухметровая выросла. Но это явный пересорт, конечно. Мама дорогая пишет, Наталья Никитина, сколько много детей суворова. Он очень, детей очень много. Ангелина пишет, у меня растет как декоративный. Я не знала, что его можно кушать. Но тут я потом вам немножко побольше вырастить, чтобы показать, какой он красивый и вкусный. Я вам скажу, что его кушать можно не всегда, а только в первый период весной, когда листья молодые. Они как раз, сегодня про него еще статью более подробную читала. От авитаминоза его применяют и в медицине. Ну, короче, применения очень много, но кушать можно листья только весной в свежем виде. А даже луковицы применяют, но луковицы только после обработки. Или в маринадах, или варить их, или мариновать в свежем виде луковицы нельзя. Там написано столько много вот этих эфирных масел, что может быть даже отравление у человека. Очень много в нем там сосредоточено всего. Вот пишут, что он очень живучий, не переживайте, почти как сорняк растет. Действительно, он еще называется же горный лук. И в горах, вот где-то в Азии он растет, как сорняк. Но сейчас, я сегодня прочитала, очень удивилась. Сейчас из-за того, что его сильно много истребили, его даже занесли в Красную книгу. Оказывается, это редкое растение, которое в природе встречается уже не очень часто. Он уже не очень часто растет, как сорняк. Олеся Белова пишет, я из Горно-Алтайска, будем дружить. Ну, блин, опять Алиса вылезла. Ну, вот опять тоже Наталья Левицкая про воду, которая в бочке нагревается с помощью обычного капитильника. К сожалению, у меня в теплице там так все впритык, нет вообще места. Валентина пишет, ни разу не видела такой лук, наверное, придется семена собирать, чтобы у нас был такой. Вы знаете, что скажу про семена? Я только сегодня поняла, почему я не могла раньше развести этот лук суворова. Вот читая эту статью подробную, я прочитала, что там он растет очень медленно. Вот первый год, если есть семян, я-то его луковицей развела. Мне вот принесли луковицу, потом луковица разделяется, так же, как лилия. А семенами я пыталась на второй год, думаю, разведу, когда была у меня всего одна луковка. И одна стрелка была, вот эта вот, ну, как семена-то, семенная коробочка. Я собирала два или три года подряд. Посею, он не всходит, посею, он не всходит. И я почему-то подумала, что он семенами не размножается. А в этом году он сам, все семена проклюнулись. И я узнала, в чем секрет. Вот не знаешь же, там написано, что пока растение молодое, маленькое, до 4 лет считается, оно как бы не половозрелое, ну, короче, не половозрелое, оно семенами не может размножаться. Размножать можно только луковицами. И то луковицы не всегда расщепляются на две. Очень долго оно все, от маленького семечка до большого взрослого растения надо ждать 4 года. И только на четвертый год у растения семена приобретают способность, ну, давать потомство. Они начинают быть всхожими. Я бы так всю жизнь и думала, что он не всходит, не всходит. Если бы они в этом году у меня не просыпались и не взошли. А вот Татьяна Большакова пишет, чудо, для тебя я был под 2 метра. Светлана Шипули пишет, его называют лук-чеснок-рокомболь. Вот мне его и дали под названием рокомболь. Но потом я его когда показала, люди сказали, что это все-таки не рокомболь, а это все-таки лук Суворова. И вот тут написано, его называют анзур. И написано правильное название на анзур, но даже и неправильное название анзур. Опять же, вот в этой статье написано, что он и еще несколько луков похожих объединены в группу, которые имеют общее название анзур. И которые между собой очень сложно отличить, даже специалистам. У них есть какие-то там, в ДНК есть различия, они не совсем одинаковые. Но простой человек их не может различать. И поэтому их назвали все вот эти несколько разновидностей луком анзур. Какой-то Суворова, какой-то еще, там разное название, все они анзуры. Но вот я называю Суворовым. Наталья Панкратова пишет, для чего на пленке грядка? Ой, что за пленка на грядке? Для чего? Я не поняла, какая пленка на грядке. Это про теплицу, не знаю. Нет у меня вроде никакой пленки. Если там пленочки маленькие лежат, так это я резиску сеяла, чтобы земля не высыхала от высыхания. Вот почему арбуз сбросил вторую зависть с грецкий орех и начал зреть вместо того, чтобы добирать размер. Я не знаю про каждый отдельный арбуз, кто вам скажет. Но что-то ему не понравилось. Наталья Петрова пишет, это кладезь витаминов, если сделать салат с любистоком, это вообще. Да, у меня любисток тоже есть, но любисток советую всем на улицу. Не знаю, у кого места мало. У меня он начал разрастаться, я уже не знаю, что с ним делать. Тоже хочу его нынче перекорчевать за периметр. Пусть он где-то там подальше. С каждым годом вот эти многолетние растения разрастаются. Вот Татьяна Лукьянова пишет, у меня у теплицы тоже вышел, еще больше вашего. Можно щипать уже. Вот это Ирина Байнова, над которой я все удивляюсь. Я удивилась, как это опята прямо в огороде растут. Она и пишет, вот-вот у меня также опята из-под фундамента под баней лезут. Мне бы лучше, чтобы опята лезли. Тут кто-то пишет, что завтра карантин закрывают, на дачу не выехаешь. Ну вот тоже спрашивают, семена собираете? Очень хочется, что-то такое ранее витамины. Ну вот в этом году попробую, соберу. Ирина Кодомница пишет, хочу сказать, что именно сорт Сибирский дает мне первый плодик. Ну тут каждый делится своим опытом, как можно уберечь растения от похолодания. Анино пишет, а в Тифлисе 17 градусов. У нас на следующей неделе тоже будет очень тепло. Вот Сан Саныч, не знаю, это он или она, обычно с мужской страницы женщины иногда заходит, что на подоконнике солнечная сторона, температура 22-24, никакой закалки говорить не приходится. Ну это, то есть, что они фиолетовые, но явно, что не от холода. Может подкормить монофосфатом калия. Ну можете подкормить, если хотите. Вот тоже Рамзия пишет, что Батяня тоже сидит в бутонах. У меня Батяня набрал бутоны. Кто-нибудь подскажет, снегирь и бабушка, точнее, не знаю, Санька, Дина, что они представляют на вкус. Ну правильно пишут, что Санька вкус напоминает белый налив. Так, вот описание снегиря дают. Так. Вот это старое еще видео, когда распикировать рассаду. Валентина Пшеничка пишет, ого, это вы на продажу. Я считаю, вам эта информация вообще не нужна. Видео старое-престарое. Этой рассады уже давно нет. Вам никакой пользы не принесет эта информация. Вообще, я все говорю на канале. Я всегда говорила, что раньше продавала капусту на продажу. Но вы должны сами немножко голову включать. Вы должны сами понимать, что если я говорю, в теплице насажено, что несколько тысяч высадила, я капусту посеяла, но явно, что я не буду для себя выращивать в огороде. Мне странно, когда вот такие спрашивают, на продажу вы или не на продажу. Во-первых, это не имеет никакого значения. Технология выращивания, она одна и та же, хоть на продажу, хоть не на братажу. А во-вторых, а зачем вам это надо? Писать из-за этого даже комментарии. Так. Вот все про Коли спрашивают у меня. Скажите, как Коли будете ставить? Тут пишет Кьяра. Земля же схватывается быстро. И когда же это надо делать? В просе шелом сезоне те, что поставили, сразу были нормально, а потом проблематично. Вот смотрите. Я обычно ставлю сразу. Если вот такие высаживаю в открытом грунте, я вот высадила томаты, сразу в мягкий влажный грунт вставляю Коли и стараюсь или сегодня, или завтра сразу подвязать. Потому что у меня много раз было высадишь в открытом грунте, Коли вставишь сегодня, не подвяжешь, лег спать, ночью поднимается, вот как всегда по закону подлости, поднимается ветер ураганный, выходишь утром, эти томаты трепутся вот так по ветру, об Коли. Ну и короче, у меня один раз все несколько кустов бычье сердце вообще сломало. Я теперь ученая. Если я сегодня высаживаю, я сегодня же их и подвязываю, Коли вставляю. А вообще, про то, что земля схватывается быстро, когда же это делать, если я сразу не вставлю Коли, ну например, я высаживаю, а они короткие еще, вот как детерминатные, например, они короткие, нет нужды ставить Коли. Лучше все сразу высадить, а Коли потом через неделю, например, когда они подрастут, когда они уже будут нуждаться в подвязке. Чтобы легко, как в масло, воткнуть колышек, я обязательно поливаю лунки. Я поливаю лунки, они делаются, земля влажная, влажная земля, она такая податливая, эластичная, и сразу вставляю Кол. Ну, корни можно, спрашивают, корни можно повредить или нет. Если первый день вставляешь, ты корни не повреждаешь. Если вставляешь через какое-то время, ну может быть, какой-то один или два корешок ты повредишь, ну для томатов это не критично. У них повреждения корневой системы, они переживают, они не будут засыхать, они не будут болеть, не будут умирать. Не знаю, всю жизнь вставляем Коли и сразу в первый день, и потом никаких проблем с Колями нет. У меня вот сейчас проблема с Колями возникла только из-за того, что там на расстоянии 40 см у меня теперь вот этот подогрев, и теперь будешь думать, как бы не промахнуться, не попасть в подогрев. Там, где греющие ленты из Екатеринбурга, от Уральской усадьбы, там проще. Я примерно знаю, где она лежит лента, и можно правее или львее. А там, где вот змеевик вот этот лежит, греющий кабель, там уже никак не предугадаешь, туда или сюда, но придется как-то, не знаю, пробовать. Вот пишет Рамзия, Рамзия, постарайтесь уж следить за температурой, мы тоже переживаем за ваши томаты. Все будет хорошо, переживать уже не надо. Татьяна Баженова пишет, вы очень увлеченный человек, не надо оправдываться перед теми, кто пишет, что выращивание овощей, это дорогое удовольствие. Дело каждого, когда сеять, когда высаживать, с подогревом или нет, всегда увлечение затратно, но оно приносит удовольствие. Но мало того, что оно приносит удовольствие, и даже все эти затраты, но это просто не хочется мне каждому объяснять, кто это не понимает. Все эти затраты, которые, казалось бы, накладываются на наши, они несут ведь также экономию семейного бюджета. Чем раньше мы начнем получать, я уже говорила, вот эти свежие свои овощи, тем меньше мы будем нести из магазина всякой ерунды. Летом-то ходим в магазин за хлебом, да за солью с сахаром, но от сахара нам тоже можно отказаться. И все равно, то, что вложишь, оно все равно возвращается. Земля была холодная, подогревали как-то. Да, я подогревала, но только что в описании к этому видео есть все-все ссылки на видео о том, что там подогрев, о том, что это специально для суперраннего урожая, да, подогревала. У нас морозы обещают 10 градусов, а у меня рассада перца и огурцов в теплице. Посмотрите на канале, как я буду с этим бороться. Да ясно. Все к себе на канал зазывают. Я вот такие, некоторые как чистят, ну, деревенская теплица, например, некоторые чистят свои комментарии вот от таких конкурентов, кто заманивает, к себе уводит. Я никогда этого не делаю. Мне кажется, у людей должен быть выбор. Сходите туда, посмотрите, придете ко мне, посмотрите. Пусть, мне кажется, чем больше разных примеров, разного опыта, вот мне некогда ходить по каналам, если честно. Меня многие приглашают. Зайдите, посмотрите, как я делаю. Ну, некогда. И поэтому у меня получается, что у меня вот, как сказать, вот это, все и выращивание, все, я как в коконе, почти индивидуально, потому что все, что придет в голову, то и делаешь. Редко, когда перенимаю опыт других, иногда, казалось бы, и надо было бы, но времени не хватает и получается сам на сам. А люди ходят, смотрят, потом, где кто интересное, что найдет, мне советуют. Иногда советы использую. Вот Светлана Иванова пишет опять, это вот про плохую всхожесть. Люди никак не могут какой-то один сорт, например, вырастить. Все, Настеньку не могут люди вырастить, покупают разных фирм. Вот за 110 рублей купила пачку Партнер, два чахоточных Сеянца, но это уже не про Настеньку. Екатерина Гаврина пишет, все у вас получится, уверена на 100%. Я тоже в этом, если честно, уверена. Вот Людмила Чухвилева написала, проверьте свой телефон, звук отличный. Я не поняла, что к чему, при чем здесь телефон. Я про телефон вообще ни слова не говорила. Татьяна Ковалева пишет, завидую белой завистью, как хочется в свою теплицу. Не у всех есть возможность сейчас попасть, проехать. И вот Александр пишет, может быть, проще на улице воду нагреть, импровизированную печь на кирпичах или газ горелкой. Я не думаю, что у меня времени на это сильно нет. Вот эту какую-то печень провизированную зажигать лишнее. Нет. Мне, если честно, проще воду принести, взял в руку и пошел. Вот Любовь Третьяк тоже пишет, может, правда, печушку на нее тару, из нее немного снега туда, снег подтаял, добавил. Газ же есть. Это, во-первых, надо как баллон тащить, что ли, в огород, я не поняла. Газа у нас нет. Вот правильно ей сказали, что только в баллонах. Это мне еще баллон туда в огород нести. Так. Нет, будем пока так, по-простому. Я не могу не эту бочку накидывать в снег, я не могу не эту печку сооружать. Это все лишние трудозатраты, это все время. Я взяла вот пятилитровую в одну руку и пошла. Вот опять про корни, но я уже говорила, не буду повторяться. Всех интересует, что когда вы колышки втыкаете, корни не повреждаются, я говорю, что если сразу в первый день втыкаешь, корни не повреждаются. У меня сейчас только проблема, как воткнуть, если там обогрев, не будет ли он не мешаться. Вот. Поменяйте провод от столба на СИП. Я не знаю, что такое СИП, даже и не слышала такого слова. Посоветуйте, пожалуйста, сибирская тройка в рассаде у меня с цветочной кистью. Поселы 9 февраля. Причем, два томата сидят в объеме 4 литра, может пересадить в большую емкость и пусть растут как комнатные, высаживать рано. Обычно в среднем мая огородник второй год. Ну, как комнатные они у вас вряд ли будут, смогут расти, потому что сибирская тройка они очень объемные. Обычно мы для комнатных томатов выбираем компактные же такие, ну, как я вот в том году показывала от Пиноккио и Синички. Я показывала там и Буян, и вот эти Таймыр, и Полюс. То есть, те, которые не разрастаются. А сибирская тройка, она же во все стороны она как елка будет очень объемная. Не знаю, получится ли это, но можете попробовать. Но мне кажется, объем 4 литра ей вполне хватит, чтобы досидеть до высадки в грунт. Если она даже зацветет, если даже немножко маленький томат будет, ну, высадите с томатом, я так думаю. Ну, вообще, вы, конечно, решайте сами. Хотите, сделайте комнатное растение, да, тогда надо большую емкость, если вы хотите вообще навсегда ее оставить в помещении. Ну, для комнатных это будет очень большая пальма. Не знаю, она разрастается же очень хорошо. Лохматая такая, так же, как петруша. Вот, дачница, постоянная зрительница говорит, что в прошлом году был совет от вашей подписчицы делать лунки, вставлять баночки. Вот, я посоветую подписчицы так сделала, всем показала, и вот зрительница еще одна, еще дальше придумала, что она вставляла баклажки с водой, вода на солнце нагревалась, она прогревала лунки, но ей тоже понравился этот совет. Вот люди еще свое что-то добавляют к советам других зрителей. Вот Ольга Башкова пишет, и я готовлюсь только в тоннели высаживать. Я тоже нынче буду в тоннели высаживать, но только для себя на постоянное место для еды. Раньше высаживала в тоннелях рассаду на продажу, по этой же технологии буду делать, только высаживать редко и на постоянное место. Светлана Шипуля пишет, уница, труженица, хотя бы водичкой запас помогли вам сделать. Жаль, что вы одна все делаете. Вот смотрите, у меня сейчас дети же живут отдельно, сильно-то в других районах города, вы представьте, чтобы попросить принести воды, звонить. И еще у нас же тут с заболеванием эпидемия в городе у меня сын, этот внук, сноха, все болеют. У них там комната на карантине, квартира. Вот завтра, может быть, Катя с внуком придут помогать, воду таскать, но все больные и в этом случае может быть лучше не звать кого-то на помощь, чтобы они еще не заразили меня. Я, слава богу, как вот лето, осень, зима ни разу не заболела ни урзой, ничем, ну вот таким, а они все болеют с температурами, так что вот эта помощь, это может боком выйти. Сейчас сказали же, не общаться друг с другом. Вот я одна и работаю. Никого не зову, зато медленно, но верно. Так, вопросик, сколько рядов вы сажаете? Два ряда по два рассада или еще будет ряд посредине, где стоят ящики? Смотрите, где стоят ящики, это дорожка, там ряда никакого не будет, это и будет дорожка. Вот два ряда, правильно, по две штучки. Первый ряд по сдвоенной два в одну лунку и второй ряд два в одну лунку. Ящики потом уберу и по этому месту буду ходить, эта дорога будет. Татьяна Бажанова спрашивает, теплицу можно посадить по два в лунку? Демидов, сибирская тройка, Санька, вы ведете затем в один ствол. Вот смотрите, тут выборочно. Демидов я высаживаю, а сибирскую тройку не посоветовала бы, так же, как Петруша, я уже на них обожглась, их когда в теплицу высаживаешь, у них очень большая зеленая масса, они очень разрастаются, они занимают много места, они забивают другие томаты. Так, ну Саньку еще можно, Демидову можно. А, вот кстати, я дальше не читаю, вот вам Дмитрий Чернов то же самое сказал, они разрастаются, как дерево, я их называю пальмами, там из сибирской тройки, из петруши, такая пальма вырастает, красивейшая. А веду я потом, это зависит от того, да, как хочу. Если надо мне, например, чтобы плоды были покрупнее, пораньше, можно везти в один ствол, но Демидова обычно в один ствол никогда не веду, два ствола. Иногда брошу, и если не хватает времени, остается и три ствола. Тогда они будет, их будет больше, но они будут помельче. Это все, я бы посоветовала прошлогодние видео смотреть, позапрошлогодние, там я очень много-много рассказывала о формировании в теплице, на улице разных сортов. Я где-то в два ствола веду, как формирую, прям жестко. Где-то, когда времени нет, бросишь его, и в три ствола идет, ну тогда в два ствола он будет крупнее плоды, но их поменьше оставляешь, их же меньше остается. А в три ствола их будет больше, но помельче. Разные варианты, возможно. Так, Юрий Смирнов. Ольга, ваше сверхувлеченность и беспокойное хозяйство уверена, многих не только удивляет, но и вызывает неприязнь. Конечно, моя активность некоторых так бесит. Сегодня вот одну у Евгения удалила, она уже замучила. Хватит выпускать ролики, забила весь Ютуб. Какая ей разница, ну не смотри. Ее бесит, что много видеороликов я за день. Вот пишет он, сам с 90-х занимаюсь томатами и перцем от рассада до ухода в двух теплицах. Ранее по 100 кустов каждой культуры, ну не по 50. Даже увлеченному огородом мужику такой труд с каждым годом становится в нагрузку. Все разумные и не совсем нищие давно ограничились в лучшем случае зеленью с цветочками. Я не хочу. Желаю вам здоровья и больше отдыхать на травке, а не мучить себя в этой... Почему-то некоторые думают, что я мучаюсь. Вот прям измучилась вся ваш подписчик и почитатель о изложении мыслей от моей жены, которая так только говорит, а сама продолжает пахать на грядках от весны до белых мух. Берегите себя. Ох, измучаемся мы все. Я уже... Я к каждому такому вот предостережению, к каждому такому комментарию некоторые все, что... Как же? На износ. Работаете на износ. Ну, почему вы считаете, что я работаю? Я плохо выгляжу или я что-то жалуюсь. Я считаю, что на износ это когда люди лежат на диване и думают вот так, ой, у меня что-то здесь заболело. Считают свои болячки и не знаю. я считаю, что это вот такой физический труд. Это то же самое, как вот из спортзала. Считай, что позанимался в тренажерке. Так вот, предлагаю тоже поставить теплицу большие из-под пива и не бегать за водой. Там, ну, во-первых, в теплице, еще раз повторю, не столько места, что туда всякие бочки, баклахи, все, где-то их надо брать, эти из-под пива. Кто их выбрасывает, что ли, не знаю. Так, потом... Татьяна пишет. Глядя на вас, в прошлом году высадила в теплицу под укровной материал 9 мая. Это для меня очень рано. Потом началась минусовая температура. Очень переживала, так как уезжала на неделю с дачи. Но рассада пережила низкую температуру и уже к жаркой погоде стояла такая красивая. В этом году хочу посадить штук 10 уже в апреле. Затягивает. Живу в Кемерово. Это такое заразное дело. Посадишь раньше, на будущий год думаешь, а может еще отодвинуть дату чуть-чуть пораньше, еще чуть-чуть пораньше. Валентина Королева пишет. Оля, здравствуйте. Землю с осени заправляете? Конечно. В лунку я уже ничего не ложу, потому что я уже говорила и осенью показывала, что я все-все уже сделала, изначально понимая, что в такой ранний период, в марте мне уже будет не до этого. Нужно будет прогревать, высаживать. У вас передают такое тепло, а у нас на Сибирской области выше 5 градусов. Да, у нас ожидается теплый период. Я на это надеюсь. Надежда Егорова пишет. Оля, вы просто героиня, слов нет. Ну, мне кажется, это просто обыденность наша. Так. Вот Валентина пишет, опять же, что трудно таскать воду из дома, поставить бочку в теплицу, набить снегом, будет талая вода. А другая зрительница ей пишет. Я вот набивала бочку снегом, трамбовала, трамбовала, в итоге воды 6 часть от объема. Вон же снег тает, мало получается. Да, и правильно Людмила Лисовец пишет, что снег набивать я не могу. У меня вот одна рука-то болит, вот этот артроз. И лопатой работать, мне лучше одной рукой принести пятерку. Дмитрий Чернов пишет, правильно, с бочкой снега будет 2 ведра воды. Она того не стоит. Представьте, столько снега наколоть, перекидать. И все-таки я останусь со своими 5-литровыми вот этими емкостями, буду помаленьку носить. Ничего, скоро оттает летняя вода. Будет хорошо. Хочу сказать, вот пишет Ольга Галантеева, хочу сказать вам большое спасибо за ваши семена. Все взошли 100%. Рассада хорошая, крепкая. Вот что значат свои семена. Но в этом году, справедливости ради, я хочу сказать, что не у всех мои семена взошли. Несколько вот уже было жалоб на эти сумасшедшие вишни барри. Они у меня, я вот одному зрителю, заказчику объяснила, что возможно, я объясняю это и тем, что у них семена, вот прям миленькие, милепюсенькие. Это же черри. Во-вторых, он у меня первый год. И возможно, может быть, он был недостаточно вызревший. Я не знаю, с чем связано. Вот Надежда Красикова с Екатеринбурга тоже именно сумасшедшие вишни барри не взошли. Миленькие такие. Не знаю, я посадила, у меня взошли. Не все, правда, они. И чтобы уж не быть, как не лукавить, я скажу, что да, очень много отзывов, что всходят у всех с щеткой 100%, но все-таки есть люди, у которых взошли мои семена не все. Но это уже, знаете, тут я ничем помочь не могу и ничего объяснить не могу. Семена собираются все в одинаковых условиях. Я вот сколько сеяла, у меня взошли все. И я сразу скажу, что я для себя специально не отбираю. Я беру вот с этого же, с одного пакетика, с которого накладываю всем зрителям. Ну, стопроцентная всхожесть бывает, конечно, очень редко. Но все-таки меня радует, что многие пишут, что прям из 10-10 или из 10-9 семен всходит. Это хорошо. Даже когда всходят из 10-8 семян, это считается стандартной, хорошей, высокой всхожесть семян. Так вот, Наталья Чернявская говорит, жаль, что вы не сказали, какое расстояние между кустиками и между последующим рядом. Но я это уже в предыдущем, когда вот говорила, что придется менять схему посадки, я все это объясняла, не сейчас именно. Потому что, когда высаживаешь в одно видео, вместить всю информацию невозможно. нужно смотреть вот к этому видео, сейчас я который выкладываю в описании, есть ссылки на предыдущие видео. Вы смотрите, вы во всем разберетесь. Даже вот в рамках этого сейчас видеоролика я не могу вам объяснить всю вот эту схему посадки. Я даже не поняла, между какими кустиками вы спрашиваете расстояние. Я сейчас, когда я их всех высажу, я еще буду одно подробное видео снимать, сколько я туда насадила. Опять же, на каком расстоянии, что. Но вообще, такое видео уже было. Галина Падрина пишет, но ведь снег лежит, а тебе все нипочем. Но снег-то нам не помеха, он сегодня лежит, завтра его не будет, а у меня уже будет все готово. Наталья Чернявская пишет, вам надо длинный шланг в теплицу, я проливаю горячей водой перед посевом. Ну, это, знаете, как нужда, когда я, вот мое мнение, поливать перед посевом горячей водой, когда земля холодная. У меня вот ее сейчас поливать горячей водой уже нужды нет, она уже прогретая. Ну, у меня шланг-то длинный есть, но они лежат, как на хранении в сарае, и так как еще температура минусовая, они ведь все закостыженные в кость, и их очень сложно будет развернуть в огороде, потому что рановато, минусовая температура, шланги резиновые, резиновые есть там, не только резиновые, они могут вообще поломаться. Так, вот пишет, Наталья же спрашивает, те приобрели термометр для грунта, мне помогли купить в Бийске, ой, в Москве, то есть в Бийск прислали с Москвы моя подписчица, вот, вот все про какие-то Леруа Мерлен говорят, что говорят, есть Леруа Мерлен, но у нас таких магазинов нет, вот пишут, что можно обычный градусник закопать на глубину, на полчаса, выкопать, узнать температуру почвы, это интересно, вот эта информация, может кому-то пригодится, кто хочет, редис от жары идет в стрелку, в поликарбонатной теплице зашла редиска, при какой температуре приоткрывать дверь теплицы, чтобы ей не навредить, но вы форточку открываете, ничего с ней не случится, она, даже ноль, при ноле может нормально функционировать, расти, вот Наталья Горб пишет, у меня бабушка всегда нежинские огурцы сеяла, да, раньше нежинские огурцы это были очень популярные, засолочный сорт, раньше все собирали свои семена, вот тут на деревне никакого семенного магазина не было, выращивали только то, с чего можно взять семена и на будущий год снова посадить, ясно, что ни о каких гибридах не было и речи, вот огурцы нежинские, томаты, бычье сердце, там, арбузы, огонек, все такое прочее, вот про этот опять Лазар Сидоров пишет, кажется и толково, но очень нужна еще и практика, ну в следующем видео практика, если вы не понимаете по названию видео, тут написано о пикировке томатов, а не пикировка, тут о пикировке основные ошибки, если бы было написано пикировка томатов, я бы показала пикировку, Диана пишет, а сорт голубая ель можно две штуки в одну лунку, у меня, смотрите, тут с этими елями есть разночтение, есть голубая ель, есть голубые ели, вот у меня голубые ели, они с морковным листом, а голубая ель, они совсем другие, я свою голубые ели высаживаю по две в одну лунку, но немножко больше делаю расстояние, потому что они как елочки, они пушистые такие, как бы растут не только вверх, но и во все стороны, и вот высаживаю, ну можно сказать, что они высажены у меня даже не в одну лунку, а как бы рядом, но все равно поливочная лунка одна такая эллипсовидная, вот тут еще комментарий, что про сгоревшие там на солнце, даже не разные сорта, разные растения одного сорта переносят солнце по-разному, у меня вчера, 27 марта, там от Санька из 18 корней, семя обожглись в одинаковых условиях, выставил стакан на улице для закалки, потом обрезал обожженные листочки, дальше посмотрим, что будет, но ничего не будет, обрастут и будут дальше расти, особенно Санька, он обрастет, у них же, они не очень такие, как, не капризные, вот тут все про теплицу, говорят, что лучше было бы каплю заказать, но мне уже поздно, у меня уже легенда для меня делается, заказана, так что, у меня томат Кримпстон, у меня томат серии Кримпстон уже с помидорами, томат устойчивый к заболеванию, думаю, его можно высаживать первым, будет плодоносить до заморозков, но это, наверное, гибрид, Татьяна Соколова пишет, спасибо вам на своем опыте, узнала, что такое толстоногие помидоры, классные, отличия большое, спасибо, пишет, у нас тоже один песок в огороде, Ольга Цивунович, раньше была река, говорят, на месте города, но у нас тоже, мы же на берегу реки, и у нас тоже везде песчаная почва, наибеднейшая, без добавок, без каких-то, если вот перегной не завозить, если черную землю, с поля в огород не завозить, тоже мало толку, какой размер ящика для рассады, какая глубина, есть специально, было видео о лотках, я скажу, что глубина 7 сантиметров, размер точно не помню, 40 по-моему, банановые ноги, полная хрень, они такие есть до конца плодоношения, невкусные, но банановые ноги, многим не нравятся, но полная хрень не стоило бы, наверное, писать, Ольга в прошлом году сеяла редис, не стрелковался, всю весну хрумкали, спасибо, но теперь посеяла редис проклюнутый, чтобы не продергивать, и не делать вторую работу, а я нынче сеяла по одной штучке, по одной семечке, чтобы не продергивать, и вот Анна Тимакова, я специально неотмеченно оставила, потому что не поняла, а если земля с биогумусом, то можно подкормить жидким, какая земля с биогумусом, чем подкормить жидким, не знаю, не знаю даже, смысла не поняла, и опять про то же самое, у меня зацветает буратино, мне переваливать его в большой объем, никогда так рано не зацветал, как хотите, если вам до высадки далеко, конечно перевалите в большой объем, если вам высаживать, ну как, скоро, то возможно, что он вот зацветет, и вы его высадите, тогда можно и не пересаживать, смотря какой он у вас объем, если он вообще в маленьком стаканчике, то конечно сейчас же еще только март, я думаю, что вы его будете не скоро пересаживать, скорее всего надо переваливать, он пишет, особенно сибирский сад, 4,5 семена с 20 штук, ну тут опять, Ольга Стенюшкина пишет, много разговоров, ну даже мне комментировать неохота, если вам много разговоров, можно перейти на другой канал, есть кнопка стоп, ну выключите, вам, мне это докладывать не обязательно, от этого, от вашего комментария, ничего не изменится, видео уже выпущено, меньше разговора не будет, никто его сжимать не будет, поэтому вот эти комментарии, бесполезные вы пишите, много разговоров, потому что вам много, кто-то даже после этого еще вопросы задает, что мало, Лена Авдеева пишет, что у вас все задуманное получится, такой настрой творит чудеса, так, Галина Лизикова пишет, Ольга, спасибо за ответ, канал ваш смотрю, хотя я не начинающий огородник, но как говорят, век, живи, кучись, вы молодец, много полезной информации на вашем канале, тут конечно не обязательно быть начинающим огородником, хотя я большинство видеороликов иногда уточняю, что вот эта информация, конечно только для начинающих, вот эту всю, например, например, вот опытные все уже знают, но люди с опытом тоже смотрят, они смотрят, они заходят сюда просто потому, что мы здесь собираемся все кучкой, мы здесь что-то комментируем, обсуждаем, делимся своими новостями, и не обязательно прийти сюда, как для того, чтобы поучиться, просто конечно, это вот какой-то клуб по интересам, и вы заметили, что у нас все, ну кто с негативными комментариями, с плохим настроем, они отсеиваются, остаются одни вот такие веселые, добродушные люди, или может быть только начинающий, который может быть пусть и не веселый, но которому нужны наши знания, нужен наш настрой, им уже вот опытные советуют, да вы не расстраивайтесь, если вот при такой температуре выживает, можно там вот полить, подкормить все, конечно, здесь уже не только начинающие огородники, нас уже там, по-моему, 170 тысяч, что ли, я не думаю, что здесь только новички, конечно, здесь очень-очень много опытных, иногда даже такой комментарий прочитаешь, который думаешь, о, а я это даже ни разу не слышала, ну-ка я применю этот метод на себе, я тоже люблю что-нибудь такое полезное, умное впитать, применить в огороде, конечно, больше всего это из, ну, какие-нибудь манипуляции, такие процедуры, ни подкормки, там, ни что полить, как вы поняли, я не очень люблю там что-то полить, каких-то химикатов навести и добавить, лучше всего вот это вот, пересадки, перевалки, ранние высадки, там, утепление, укрепление, все закаливание, вырастить рассаду, и вообще растение, естественным путем, и вот, когда я сейчас вытащила их в теплицу, дома, когда они все скучно, кажется, вроде, они такие густые, пышные, а там по одной начинаешь высаживать, видно, конечно, что рассада и подтянутая, она не такая должна быть, она должна быть уже в этом возрасте, и потолще вроде бы, и помесистее, все, я думаю, сейчас обязательно вот начнутся комментарии, ой, что вы такую рассаду хиленькую нам показываете, как же один комментарий я прочитала, показываете ошибки, свои ошибки в выращивании рассады, но вы поймите, у нас у всех разные регионы, если где-то можно вырастить такую хорошую, вот как я говорю, если кто в теплицах выращивает, у кого потеплее, у меня эта рассада 2 месяца томилась в комнатных условиях, у нас все было пасмурно, все снег, мы всего 2 или 3 раза выходили на улицу, не было возможности ее и не позакаливать, не поутолщать, но я прекрасно знаю, как могла бы я утолстить, я всегда говорю, я могла бы 2 раза селитрой полить, и я вынесла бы в огород, в теплицу такую толстую, зеленую рассаду, и хвалилась бы, смотрите, какая у меня рассада, мне это не важно, я выставляю ее, высаживаю и показываю, не для того, чтобы похвалиться, какая у меня толстая, офигительная рассада, я показываю такую, какая она есть, чтобы люди, глядя на мою рассаду, в своей не разочаровывались, потому что многие, вот иногда покажу, они говорят, ой, вы меня успокоили, а у меня такая же, а я думала, что у меня плохая, там, хилая, тонкая, она и не должна быть в это время, если, как, ну, представьте, вырастить в комнатных условиях, при недостатке света, вот при этой сухоте, такую офигительную, как пальмы, рассаду, это очень сложно, и я хочу как раз, вот для начинающих, и показать, что даже у опытных огородников, не обязательно она должна быть такая, как на выставке, но да, вот эти толстоногие сорта, они будут, они будут с мясистыми листьями, они будут красивые, и все, а те, которые высокорослые, эндотерминатные, они обычно всегда получаются, чуть худшего качества, потому что при длительном выращивании дома, они вытягиваются, и стончается, вот этот стволик, вы не смотрите, что она сейчас такая хиленькая, дохленькая у вас есть, например, как только вы ее высадите, или в теплицу, или в открытый грунт, природа возьмет свое, она все равно, главное, что она посажена вовремя, высажена вовремя, ничем вы ее не отравили сильно, не перепичкали, не перекормили, она потом возмужает, она окрепнет, она растолстеет, позеленеет, и даст вам хороший урожай, все, цыплят по осени считают, но слава богу, никто еще, наверное, не заходил, и, по крайней мере, ни одного комментария еще не было, что, что вы такую хилую высаживаете, но вообще, такие любители есть, сейчас кто-нибудь сидят, от коронавируса скрываются, дома от ничего делать, даже не огородники начнут смотреть, обязательно кто-нибудь скажет, что, что вы показываете, хвалитесь, у вас рассада никакая, или что-то, но я сразу скажу всем, рассада нормальная, она как раз в естественных, как выращена естественным путем, она такая и есть, она в это время, я говорю, после двухмесячной тюрьмы в доме, она не должна быть ни толстой, ни жирной, ни ярко-зеленой, сейчас она быстро выправится, вот увидите, через две недели будут совсем другие растения, все, до свидания, желаю всем удачи, завтра покажу вам дальше, сегодня, хоть я и говорила, что не буду высаживать, ноги так и тянут в теплицу, все-таки я там довысаживала немножко, одну половину теплицы, я засадила почти полностью, завтра буду прогревать вторую половину, и дальше шпарить, до свидания.